Спасли продавцов и покупателей. В Биробиджане, в торгово-развлекательном центре «Гигант» сегодня произошло возгорание. Впервые сотрудники МЧС устроили здесь пожарно-тактические учения. За действиями специалистов и сотрудников магазина наблюдала и наша съемочная группа. На каждом этаже торгово-развлекательного центра противопожарная агитация, план эвакуации и тревожная кнопка. Сходу понимаешь, к возможному пожару в «Гиганте» готовы всегда. По плану учений, очаг возгорания в обувном отделе магазина «Спортмастер». После срабатывания сигнализации автоматически включилась система голосового оповещения о пожаре. Пока одни сотрудники магазина пытаются самостоятельно погасить очаг возгорания, другие звонят в пожарную часть. В это же время спешно покидают здание, персонал центра и покупатели. Эвакуировали всех оперативно. Продавцы магазина «Самбери» успели вынести даже сейф из кассовой наличностью. К приезду пожарных никого в здании не было. Раз в месяц проводится противопожарная тренировка, которая... Проводится учебная тренировка, которая подразумевает собой правила нажатия, срабатывания пожарных кнопок, АПРов. Соответственно, как реагировать на сработку данных систем. Системная программа, компьютерная программа, которая позволяет быстро выполнять оповещения людей о срабатывании пожарной системы. В считанные минуты прибывают пожарные расчеты, спасатели, скорая и полиция. Отрезок улицы возле «Гиганта» перекрывают для автотранспорта. Поскольку здание большое, учебному пожару присваивают самый сложный для Бребеджана третий уровень. В его тушении участвуют до 30 пожарных и 7 единиц техники. Мы в первую очередь здесь отрабатывали планировку здания, изучили планировку здания, пожарные гидранты. Вот устанавливались на два пожарных гидранта, подъезды. В целом прибыли своевременно. Руководитель тушения пожара создал штаб, создал участки тушения пожаров и также эвакуации. В принципе, отработали неплохо. Задачи справились. В ходе учебного пожара спасли двух условно пострадавших. Одного вынесли на носилках, другой покинул здание самостоятельно после того, как на него надели противогаз. Через полчаса торгово-развлекательный центр «Гигант» вернулся к обычному режиму работы. Алексей Калашников, Павел Антонюк, Вести Биробиджан.